С вами Николай Певненко. В проекте Дата сегодня 8 октября. День командира надводного, подводного и воздушного корабля военно-морского флота России. Ну а теперь о родившихся. 1873 год. Архитектор Алексей Щусев приходит в этот мир. Почти 11 лет он проводит за границей. В 1911 Щусев становится академиком архитектуры. И в этом же году назначен главным архитектором на строительстве нового здания Казанского вокзала, который, между прочим, строился почти 30 лет. Известным творением Щусева стал Мавзолей Ленина. А еще одной знаменитой работой Щусева стало здание НКВД на Лубянской площади. Оно строилось с 1940 по 1947 год. 7 лет. Станция метро Комсомольская Кольцевая тоже одна из последних выдающихся работ архитектора Щусева. 1892 год. В этот мир приходит Марина Цветаева. Русская поэтесса, прозаик, переводчица. Одно из самых ярких явлений в поэзии 20 века. Причем мировой. Стихи она начинает писать еще в шестилетнем возрасте. В мае 1922 Цветаевой разрешили уехать с дочерью за границу. Причем к мужу, который, пережив разгром Деникина, будучи белым офицером, стал теперь студентом Пражского университета. В течение всего времени, проведенного в эмиграции, не прекращалась переписка Цветаевой с Борисом Пастернаком. В 1939 Цветаева возвращается в СССР вслед за мужем и дочерью и живет на даче НКВД. Еще через два года арестованы и дочь, и муж, который был расстрелян на Лубянке. Ну а дочери дали 15 лет лагерей и ссылки. 31 августа 1941 она, Марина Цветаева, покончила жизнь самоубийством, оставив три предсмертные записки тем, кто будет ее хоронить. Точное расположение ее могилы неизвестно. В изящном узеньком конверте нашли ее прости. Всегда любовь и грусть сильнее смерти. Сильнее смерти. Да, о да. Юлиан Семенов родился в 1931 году. Русский советский писатель, сценарист, журналист, поэт, основатель журнала «Детективы политика» и газеты «Совершенно секретно». Один из пионеров жанра «Журналистские расследования». Много работал за рубежом корреспондентом разных изданий. Ну и, конечно же, объездил и всю страну. В 1989 учредил первое частное советское издание «Бюллетень «Совершенно секретно». Принимал активное участие в перестройке, написал ряд политически направленных, обличающих сталинизм произведений. Ну а после внезапного инсульта, который случился в 1990-м, Семенов оказался прикованным к постели и вернуться к работе уже не смог. Но для нас по-прежнему главным его произведением остается «17 мгновений весны». В 1936 году родился Леонид Куравлев, советский и российский актер, театр и кино, народный артист РСФСР. Интересно, что в кино он дебютировал еще будучи студентом. За время своей творческой деятельности он умудрился сняться в двухстах картинах, а может быть и больше, и практически все роли в самых популярных. Ну а теперь о некоторых событиях этого дня. 1084 год. В Венеции освящен собор Святого Марка. Первая церковь, посвященная Евангелисту, была освящена в 832 году. В ней хранились останки святого, похищенные двумя венецианскими мореплавателями из Александрийского монастыря в Египте. Позже она была разрушена. Новая базилика Сан-Марку была заложена в 1063, но поскольку были опасения, что александрийцы потребуют назад тело святого, после окончания строительства было объявлено о чуде появления тела святого Марка в храме. 1906 год. Узнав о том, что Российская Академия наук выдвинула его кандидатом на Нобелевскую премию по литературе за 1906 год, Лев Николаевич Толстой направляет письмо финскому писателю и переводчику Арвиду Ярнифельду. В нем Толстой просит своего знакомого через шведских коллег постараться сделать так, чтобы мне не присуждали этой премии, ибо если бы это случилось, мне было бы очень неприятно отказываться. Видимо, Ярнифельд выполнил это деликатное поручение, и премия была присуждена итальянскому поэту Кардуччи, имя которого сегодня известно разве что итальянским литературоведам. 1912 год. Князь Лев Голицын, основоположник российского производства шампанских вин, дарит Николаю II часть своего крымского имения «Новый свет близ судака», причем с виноградниками и заводом. Ныне тот самый завод «Новый свет». Шаг был продиктован ухудшением здоровья старого князя, финансовыми трудностями и стремлением сохранить это уникальное производство. В особом подвале Голицын собрал лучшую в мире винную коллекцию из более чем 50 тысяч бутылок. В 1920-х годах она была передана в Массандру и несколько пополнена, а в 1990-м частично продана на аукционе Сотбис почти за полтора миллиона долларов, как лот переименованный в вина из коллекции императора Николая. Что до названия «Новый свет», то существует следующая версия. Николай II как-то после обильной дегустации голицынской продукции якобы изрек. «Теперь я вижу все в новом свете». 1941-й составлен список предприятий Москвы, которые подлежат минированию. Постановлением Государственного комитета обороны предписывалось проведение специальных мероприятий по предприятиям Москвы и Московской области. В районах создаются тройки из первого секретаря райкома, начальника районного отдела НКВД и представителя инженерных частей Красной Армии, которые должны были выделить исполнителей, тщательно их проверить и обеспечить необходимыми материалами для выполнения минирования. 1945 год. Житель штата Массачусетс Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. Идея ее создания пришла ему в голову после того, как он, постояв у магнетрона, эта электронная лампа, генерирующая микроволновое электромагнитное излучение, обнаружил, что лежавший в его кармане шоколадный батончик растаял. Первые свечи печки, предназначавшиеся для армейских столовых и больших ресторанов, были в виде шкафов высотой 175 сантиметров и весом 340 килограммов. Более компактные домашние печки начали производиться с 1955 года. Но что самое интересное, мы с вами узнали о них где-то в конце 80-х. 1967. В Англии впервые применены трубки для определения алкоголя у водителей. Последствия были впечатляющими. Количество смертей на дорогах снизилось практически в два раза. Годом ранее была предпринята первая попытка провести через парламент закон, регламентирующий содержание этанола в крови. 0,8 промилля как гранично допустимый уровень и максимальную скорость 70 миль в час. Превышение этих показателей должно было рассматриваться как серьезное нарушение. 8 октября 1970 года шведская академия присуждает Нобелевскую премию по литературе Александру Солженицыну за ту нравственную силу, с которой он продолжил традицию русской литературы. Александр Исаевич стал третьим представителем СССР, который получает эту престижную премию. До него такой честью достаивались Борис Пастернак в 58-м и Михаил Шолохов в 1965-м. События дня Лондон, 1906 год. Некто Карл Людвиг Нессер, английский парикмахер швейцарского происхождения, демонстрирует специально приглашенным коллегам новый способ длительной завивки, который получает название перманент. Процесс длится 6 часов. Все это время клиентке пришлось держать на голове дюжину бегуди весом около 9 килограммов. К тому же новая прическа стоила баснословно дорого – 10 дней. Неудивительно, что у Карла Нессера было не более 70 клиентов в год. Ситуация изменилась кардинально с началом Первой мировой. Однако военные действия тут совершенно, конечно же, ни при чем. Просто мастер уехал в Америку, повстречал известную танцовщицу Ирон Кастл, сделал ей перманент и его стал носить весь новый свет. В 1931 году был изобретен другой способ перманентной термической завивки. Он заключался в нагревании отдельных патронов, в которые помещали накрученные пряди волос. Еще через год ученые-химики придумали новый способ завивки, основанный на выделении тепла при некоторых химических реакциях. Техника химической завивки продолжает совершенствоваться и сегодня. Как говорится, эх, волосы волосы. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».